Привет всем, кто заходит ко мне в YouTube-канал посмотреть опыте моей эксплуатации переломки Тингер ТФ-4. Сегодня записываю вступление в уютной переговорной на работе. Поля, болота, водоемы были вчера. И вчера же выявилась первая, на мой взгляд, существенная проблема. Это разрушение, ограничение, переламывание в оси горизонтальной. Я достаточно спокойно отнесся к этой проблеме, потому что я очень рассчитываю, что завод будет оперативно и качественно решать возникающие проблемы. А свой опыт я расцениваю в большей степени как первооткрывательство, потому что быть первым всегда сложно. Быть одним из первых владельцев реально эксплуатируемого вездехода всегда ответственно. И не вижу смысла молчать, потому что для того я и начал на эту тему разговаривать, чтобы к осени, к сезону, к основному в охоте, в путешествиях моих небольших, чтобы мой вездеход был уже в идеальном состоянии. Лучше сейчас, когда времени впереди много, чем потом. Ну, в общем, смотрите, там будет две проблемы. Первая проблема – это узел. Там вы все сразу увидите. Я уже отписался на завод, отправил этот ролик. А второй, связанный с резинкой защитной, это качество поставщиков. Тут завод, в общем, меня вредно повлиять не может. Я также все отправил эту информацию и рассчитываю на скорое решение проблемы. Ну, поживем дальше. Следующие выходные нас ждут. Будем кататься дальше, но аккуратнее. Теперь уже аккуратнее. Ну, что, вот такой есть вопрос. Пробега 130 километров, а мы имеем вот такую историю. Понятно, что еще 50, и ездить будет невозможно. Выработка вот такая, а там тоже ничего хорошего. Да, нерадостная история, друзья. Абсолютно нерадостная. Ну, вот первый черпачок дегтя. Наши медовые отзывы. Вот такая вот история. Это ограничение свертывания. Выборка огромная, на мой взгляд, для 150 километров. Где ее предел не совсем понятен. Ремонтопригодность этого узла абсолютно условная. Буду задавать вопрос. Ну, вот так бы, вот так. С такими отзывами боюсь. Мне ни один вездеход скоро не продадут. Ну, а что делать? Вот помыл, посмотрел. Ну, вот собрался под низ. Посмотрите, что сказать. Здесь он нашел вот такой не очень приятный момент. Это на коробку кулиса приходят. Поставлен почему-то этот пыльник. Он на три размера больше. И он весь уже, вот, вон. Весь он, ему или лет уже больше, чем мне. А мне много. Или непонятно. Все, в общем, весь к нему, из-за пробега, на выброс его. Не знаю, чего он защищает. Вот, он что-то здесь защищает, наверное. Наверное, как-то. Ну, в общем, выглядит он прям, к слову, нехорошая просится. Почему он такой штопанный? Абсолютно. Не красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...